что доброе утро всем утро я встретил опять в горах таких вот местах еду с италии старина через фриджес на леон во францию есть хорошая новость мне только что позвонил менеджер и сказал что завтра меня сводят я загружаюсь на амазоне у и помазал вот не знаю что значит вип знаю просто амазоны випов не знаю значит сказали загрузить есть люксембург и там мы тебя поменяем приедет микроавтобус я сяду в него короче вот завтра моя каденция заканчивается о водопадик большой на водопадик короче только что все изменилось мне сказали заказ твою сделать перецепку amazon завезет кто-нибудь другой короче на твоем прицепе а ты короче старту и на польшу и так и не понял с прицепами ну наверно мне дадут прицеп я в сторону польши поеду в принципе мне без разницы такие вот дела поэтому скоро сейчас разгрузка у меня потом пока планирование удалили потом дадут мне перецепочку поеду на перецепку перецепимся и буду двигаться по германии в сторону польши и там где-нибудь мы стыканемся вот как-то так поэтому каждые пять минут все меняется а мы едем в такую красоту и такие тут запахи стоят что просто просто классно туман очень сильный ночью и от этой видать от этого тумана как сказать деревья кислорода много наводили ну запах короче стоит просто обалдели свежий воздух эффективный просто сейчас буду заезжать в облака доехали до облаков они спустят с горы пойдет жалко не подъем если был бы подъем как раз бы сейчас облака в туманчик заехали у красиво смотрится видите над долиной городок какой-то да и над ним такое облако стоит красиво знаю на камере будет смотреться посмотрим нет мне еще совершенно но воздух воздух просто такой свежий пахнет именно хвоя и мята вот реально просто свежестью какой-то но тут кругом шлагбаумы красные светофоры нету то есть прямого проезда просто взял и проехал такого нету вот этот листок каннабиса став ситов это ну вот на всех таком изображен он и на карточке изображен монбланка видите да сфтр а здесь сайт ну короче вы поняли что что-то в этом роде это значок монбланка сейчас будем оплачивать и над туннелем прямо такой знак висит мне напоминает почему-то он лист каннабиса только листков больше я уже снимал видео насчет туннеля туннель от 13 километров с половиной самый большой туннель в мире 57 километров поэтому в принципе туннели по 20-30 километров это не сильно большие потому что есть 5 или 6 туннелей по 50 и более километров кстати хочу заметить что в туннеле температура на 5 градусов выше чем на улице то есть представьте на 5 градусов в туннеле насколько все все наше электричество и автомобили подогревают всю планету то есть если вот закрытом пространстве до температура поднимается на 5 градусов то внук получается мы как обогреватели реально обогреваем то есть это лампочки это машины это все-все-все, то есть как бы да, все, что выдает тепло. Представьте, сколько, как мы поднимаем температуру на всей планете. Вы превышаете двустимую скорость. Продолжение следует... Ну что, ребята, приехал я опять туда же, где я когда-то начинал свою каденцию на ту же контору. Вот. На конторе, в общем, звоночек, звонишь, тебе должны открыть дверь. В общем, простоял 30 минут под пеклом, под солнцем, дверь никто мне не открыл. Вот. Сейчас тут гудение пропадет, и я договорю. В итоге, в принципе, буду рассказывать дальше. Значит, дверь никто не открывал, я звонил-звонил, никто не открывал. Ну, я решил, психанул, нажал на звонок, и стоял, ждал, пока мне дверь не откроют. Минуты две звенел звонок, в итоге человек вышел, и мне показывает табличку с надписью 13.30. Unloading 13.30, типа. Вот. Ну и на дверях написано 12.00. Он пишет, no, unloading 13.30. Я говорю, окей. Ну и вон стоит, гиртэка тоже ждет. Вот. В прошлый раз мы здесь стояли два дня, ждали, пока нас разгрузят. Все, что хотел, рассказал. На связи, короче. Поставьте лайк, кстати, у меня каденция-то заканчивается. А раз я каденцию все-таки выдержал, может быть, я еще и на одну когда-нибудь приеду. Надо просто передохнуть. Я очень устал. Не скажу, что на самом деле работа какая-то сильно трудная. Бывают дни ужасные. Ну, как и в любой жизни, в любой сфере. Но бывает все, в принципе, налегке, все нормально, и не особо переживаешь. Как-то так. Поэтому подписываемся, ставим лайк и следим за моими приключениями дальше. Что, сейчас будем общаться с великим, с великим видеоблогером Ютуба, бля. У вас встретились, встретились на заправке. Вот еще один блогер. У него миллион подписчиков, у него 4 миллиона, у меня всего лишь еще 200. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, на него подписывайтесь. Подписывайтесь на меня. И на него. На всех, короче, нас подписывайтесь. Ссылочки в описании. Ссылочки в описании. Короче, ребята, стартанул я, а у меня оказывается 13 часов сегодня езды. Вот, и в итоге пришлось вернуться обратно. 7 километров намотал, тут приехали. Вот, ребятам будем ставить датчики движения. А, прикольно, прикольно. Они беспроводные? Они включаются. Ну, их можно подзаряжать. На аккумуляторной батарейке я пока поставил. На хуй я? Обычный. Включается вот он-off. Крепление можно крепить на двухсторонний скотч. На двухсторонний скотч. Я его возьму, это выкинуто. Смотри, как я пользуюсь. Я расскажу. Они снимаются. Когда подойдет к тебе. Ты снял. Ты поставил. Включил. И включаешь приемную. Базу, да. Базу. Там базу выставляешь мелодии. Ух ты. Короче, ребята, не знаю, что там сняло. В общем, у меня сегодня был 13-часовой рабочий день. И ехать больше мне было нельзя. Поэтому, в принципе, вот я вернулся обратно на этот паркинг. Тут ребята с гиртеки. Устанавливаем сейчас датчики движения. Вот, может быть, снял я это. Может быть, не снял. Не знаю. Сейчас сниму. Может быть, я еще и Егор. Я до тех пор не снял, короче. Я еще раз сниму, короче. Вот, что мы с Егором. А тот голый. Да, ничего страшного. Они тебя ни разу голым не видели еще? Нет. А, теперь увидят. Не на твоем канале, так на моем. Сразу все девки подписываться начнут. Что ты расстраиваешься? Жена потом подпишет. В итоге мы ставим эксперименты. Или... Что ты такой? Он тебе перестал работать? А я знаю, как сделать. Замыкаешь реле, и он дальше работает. Следующие тоже у нас поехали. БТР. Но это не БТР. Французский дизайн. Такие машинки. Болтов на колесах. Ой, зачем же столько интересно? Ну, что, ребят, всем доброе утро. Чуть-чуть начал собираться. В принципе, еду на Германию. Вот. Надеюсь, что сегодня меня поменяют. Что, погнали. Ну, что, ребята, еду по 36-й на Германию. Значит, все на зарядочке. Пошла сборочка у меня еще вчера. Надо будет еду сейчас. Сейчас скоро будет 45-ка. Через часик стану на паркинге. Вот. Все, с большего пособираю. Ну, а там уже по месту с холодильника еду достану, чтобы ничего не портить. То есть, ваша еда осталась вчера еще чуть-чуть купил. Ну, там, в принципе, ничего портится. Особо нечему почти. Вот. Такие вот дела. Поэтому еду. Сегодня у меня счастливый день. Сегодня меня сводят. Вот. Привет. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Будем надеяться, что я никуда не пропаду. Все. Удачи, ребят. Давайте. А я еду дальше. Еду дальше на пересменку. Ну, что. Подъезжаю к Германии. Скоро выезжаю на 5-й автобан. И по нему остается 140 километров до пункта назначения. Вот так вот буду сдавать машину. Интересно, за сколько он упадет у него. Ну, ладно. Задрот я, короче. Ну, что. Полтора километра. И я на паркинге, где я меняюсь. Последние полтора километра в этой каденции. Кто знает, как это на душе. На душе вроде хорошо. Но когда садишься в микроавтобус, едешь в нем в сутки, а то и полтора суток, то как-то становится не сильно хорошо. Ищу тут такого же, как я. Но судя по вещам и надписи гиртека, вот она. ЛАВНО ПОВЕРНИТЕ ЛЕВА ЛСГ-822 ЛСГ-819 Получались в одно время. Жалко, не хватает еще 20-го, 21-го, да, в рядов, чтобы все стали. Поехали, поехали. Еще последнего меняем. И едем на Шауляй парк. Завтра ночью приедем, наверное. Видео начинается с самого интересного. Вот сейчас покажу, кому интересно, кому интересно. А то, блин, спрашивает, как устроиться. Вот, блин, берите и устраивайтесь. Познань, Вильнюс, Шауляй. Все, не запросов, блин. Телефоны есть, сайт есть. Знаешь, зашли, написали, позвонили. С Пашей знакомьтесь. Вот, все знают Пашу, да? Пашей, да, вот, все знают. Иди нахуй, блин. Паша, передавай привет родным, близким, маме, папе, бабушке, дедушке. Всем телочкам своим. Машим ручками. Ну, а мы едем дальше. Нам осталось, сколько там, говорит, 600 километров. Блядь. Что, вернулись мы? Вернулись мы обратно в пары гертеки. Идем сейчас к механикам, сдавать машину, микроавтобус, рассчитывать чип-карты и потом идем на контору сдавать все документы. В принципе, все. Усталость. Домой, душ. Все. Сегодня программа максимум выполнена. И отдыхать, и спать. Какая вот эта обстановочка. Ну что, приехали мы в общагу. Заселились. Не забывайте, мой интернет-магазин. Вот. Вы пока еще шмотки толком не разбирали. Еще и закинул в этот самый. Кстати, я сейчас покажу. Купил уже сеновый шлем. Мы засыпал. Купил все новые перчи. Не знаю, снимала я видео про них или не снимал. Я вам покажу. Вот такой вот. Вот такой вот шлем. Scorpions 400 евро 379 взял на скидки за 229. Вот. Бракованный немножко, но для меня это не бракованный. Вот. Те, кто разбирается, все поймут. И взял вот эти перчаточки. FLM. FLM. Не знаю, что за контора. Примерно выбирал, как были прошлые. Потому что прошлые служили, в принципе, 10 лет. На 10-й год стали протираться, рваться. То есть много накладок. Как раз не протрется, не протрется. На тех, как раз таки. Вот это место первое пошло протираться. И вот это. А потом от них пошло все на пальцы. Вот. И в итоге здесь сквозные дыры у меня. А здесь перчатка вполне нормальная еще. Ну, в общем, взял вот такие вот перчаточки себе. Вот. И еще раз покажу. Вот такой вот шлем. Освещение, конечно, тут маловато. Но вот так вот станет больше. Так. Так же в шлеме. Сейчас я покажу. Есть вот такие вот подчачки. Ну что, вот и настал тот день. Вот. Собираюсь домой. На сумках. Это в камерохранению. Тут баул домой. Тут еда какая-то. Доехали до Вильнюса. Вот. Сейчас забираем тут еще двух человек. И стартуем до Гомеля. Все, ребята, всем пока. Ставим лайк. Вот так вот можете нажать. Либо вот так вот. И обязательно на колокольчик нажать. Подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok